Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Татьяна Конкина, и мы продолжаем наш разговор о том, как быть неотразимой и желанной женщиной для каждого мужчины. Тема нашего разговора сегодня о том, что самая большая ошибка, которую делают женщины, это пытаться поменять мужчину. Мужчина не хочет быть другим, тем, кто он не является, и он не хочет, чтобы его меняли или делали его лучше, чем он есть на самом деле. Это правда, которую каждая из нас должна знать, и это правда, которую должна руководствовать каждую женщину в отношениях с мужчиной. Если бы мужчина попытался изменить нас, нам наверняка бы это тоже не понравилось. Если бы он нам сказал, тебе нужно похудеть на 5 килограмм, чтобы ты мне нравилась, или тебе нужно выглядеть лучше, одеваться лучше, или тебе нужно дом свой содержать лучше, или прочее, прочее, нам бы тоже не понравилось такие условия, которые нам ставят, чтобы мы кому-то понравились. Поэтому, когда вы встречаетесь с мужчиной, первое правило, которое вы должны помнить, что мужчина не хочет быть, чтобы его меняли, и не хочет, чтобы его делали лучше. И он на самом деле не станет таким. Каждый из нас, наверное, имеет какой-то опыт отношений. И если эти отношения хорошие, все прекрасно работает. Но если нет, то мы очень часто пытаемся как-то это выяснять в разговоре с мужчиной. Но вот я хочу остановиться на этом тоже. Если вы видите, что у вас что-то не работает в ваших отношениях, ни в коем случае нельзя обвинять этого мужчину в том, что вы чувствуете по этому поводу. Ну, как, например, вам мужчина не дарит цветы. И вы обижаетесь тем, что он никогда вам не дарит ни цветы, скажем, подарков никогда не дарит. Вы обижаетесь. Вам кажется, что он невнимательен к вам, что он не делает то, что нужно, необходимо для ваших отношений. Вместо того, чтобы обижаться на него, обвинять его в чем-то, вы должны просто напрямую сесть и поговорить. Сказать ему о том, что, посмотри, вот мне кажется, что было бы здорово, и мне бы это очень понравилось, если бы ты почаще дарил мне разные маленькие подарки, цветы и прочее, прочее, прочее. Это было бы очень хорошо для меня. Но самое главное, не обвинять мужчину в том, что он не дарит вам подарки, а просто сказать то, что вы хотите в ваших отношениях. Очень честно и прямолинейно. И говорить честно и прямолинейно в отношениях нужно абсолютно всегда. Иначе отношения будут погублены. Но очень-очень важно в этом разговоре, в любом разговоре, который вы ведете со своим мужчиной, чтобы быть неотразимой женщиной, которая нравится всем мужчинам, помните, это наша основная задача. Очень важно не показывать и даже не чувствовать никакой обиды на него за то, что он делает это не так. Потому что он тот, кто он есть. Он такой человек, который он есть. И вы для себя только можете решить, подходит вам это или нет. Или поговорив с ним напрямую и узнать его точку зрения на эту, он, например, может вам сказать, «Дорогая, я вообще не дарю подарки. Я экономлю деньги и я не люблю тратиться». Тогда вы поняли сразу, что здесь есть точка зрения на вопрос, который для вас очень важен. И это ничего не изменится. Это его точка зрения на этот вопрос. И тогда вы же для себя решаете, приемлемо для вас это или нет. Вам с этим жить много-много лет. Или что он скажет, «О, слушай, дорогая, я даже не заметил, что я это не делаю. Я с удовольствием буду дарить тебе подарки и цветы. Я просто как-то не подумала об этом». И вопрос решен точно так же. Но исключительно важно не обвинять его в том, что он это не делает. Вы только для себя, сильная женщина, которая неотразимая, для себя только решает то, что работает для нее и не работает. И это выясняется только методом прямого разговора. Только тогда вам будет ясно, да это или нет. Есть такой мужчина, который скажет вам, «Извините, это вообще не подходит, и если я тебе не нравлюсь, то до свидания». На Западе, например, очень часто люди в отношениях называют друг друга ханией. Хани – это как медовый или медовая. И он хани, и она хани. И они могут говорить очень такие серьезные вещи друг к другу, но очень легко. И эта хани все время обвинивается по любому поводу. И почти все абсолютно люди друг к другу – это хани. Даже ребенок может быть хани. И я заметила, что в отношениях между мужчиной и женщиной очень можно много кредитов дать женщине. Женщина не унижает мужчину, она всегда держит дистанцию, и в ней всегда, всегда можно заметить уважение к мужчине. Всегда. Потому что мужчины североамериканские, я знаю только канадцев и американцев, так как я только в этом кругу вращаюсь и вижу это, они очень высокого достоинства о себе. Мужчине нельзя сказать то, что можно сказать русскому мужчине, и он будет нормально с этим, и он это потерпит. Мужчине это нельзя сказать североамериканскому, то есть канадцу или американцу. У них очень высокое чувство, собственно, достоинства развито. Поэтому женщины всегда с ним ходят как по горячим уголькам, очень осторожно. Она не может ему ничего такого не сказать, несправедливого, резкого, потому что ответ будет тот же. Если тебе не нравится, то давай расстанемся. И это будет всегда так. Поэтому, может быть, и нам стоит научиться точно так же уважительно относиться к мужчине, и точно так же поступать с ним во всех ситуациях. Потому что на самом деле каждый человек уникальный, и каждый человек замечательный, но он может не подходить вам. Этот человек, который не дарит подарков, может не подходить вам, который любит, чтобы мужчина тратил деньги и делал вам подарки. Но он может третить другую женщину, которой это качество будет совершенно нравиться. Потому что она точно такая же экономная, и точно так же имеет какую-то цель на что-то собирать деньги, и вместе они будут великолепно подходить друг к другу, потому что у них общая точка зрения на этот вопрос. Поэтому это даже несправедливо и неправильно тратить свое время и жизнь на человека, который имеет другую от вас точку зрения на какие-то важные для вас вопросы. Но самое главное, что никто ни в чем не виноват. Нужно только выяснить правильные точки соприкосновения. И это вот мой был урок на сегодня, как строить отношения с мужчиной. Помните, мужчины не хотят и не будут меняться и улучшаться ради вас. Берите или оставьте. Всего вам самого хорошего. С вами была Татьяна Конкина. До свидания.